Блев-клуб 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 На котором все наверняка захотят покататься Я верю, потому что все, что вы говорите, у вас получается Давайте Я с большим удовольствием действительно вручаю вот такую вот зажигалку Вот такой вот мотоцикл Для того, чтобы прикурить, нужно перевернуть его сразу огонек Главное, что пальцы не обожгите Это вот теперь у вас собственный зажигательный пальцы не обожгите Надо, чтобы мой сын закурил теперь под это дело, семилетний Он не горит Там, может быть, газ просто кончился А может быть, нужно просто лучше нажимать Итак, теперь ваш, собственно говоря, розыгрыш Верите ли вы, Сергей, что я вот так хлопаю, вот так вот И здесь появится исполнительница роли Аркадиной Юлия Рудберг И сделает вот так Вот так Вот так Я верю Пожалуйста Федор Павлов Андреевич, исполнитель роли Треплева Федя Молоток Молоток, это фамилия или... Это главный редактор журнала Молоток Известнейшего И наш товарищ, это его был дебют актерский И он еще практически даже не произошел Он только репетировал, а играть он будет в ближайшее время Вот Федор Молоток Спасибо большое Павел, пожалуйста, присаживайтесь Берите свой подарок Я смотрю, как Федор на него смотрит Ну, этот мотоцикл, ну, на этот Харлейдер Глаза за ведущие Глаза за ведущие, я понятно Ну, я уверен, что наверняка, Федор, раз уж столько было перечислено должностей ваших И главный редактор журнала Молоток И еще, и еще, я знаю, просто о которых говорить, по-моему, нельзя Но на самом деле, у вас же ведь в Москве очень много вот этой сотовой связи Верите ли вы, что я вот хотел вам подарить еще сегодня один мобильный телефон? Потому что я знаю, что у вас вот это, ну, всякие там Билайны, московские сотовые Это же нужно Если я скажу, Веря, а вы мне подарите пейджер То сразу он говорит, что пейджер мне не нужен То есть Они уже вышли из моды Ага, то есть нужен просто вот сотовый телефон Ну, верите, что вот сотовый телефон, да? Верите, правильно делать, я с большим удовольствием Последняя модель Я не знаю, там, на накладку Я думал, забибикает А он забрызгал Хотите попробовать? Федор, теперь ваш разум Извините А вдруг Там на кнопочку нажимаете, звонок вдруг А вдруг грим смылся Не-не-не, нормально, нормально Хорошо А верите ли вы в такую историю? Угу Когда мы репетировали пьесу «Чайка» То Дмитрий Харатьян, исполнитель роли Дорна Пробегаемый у меня с криком «Серьезно?» Размахнулся И, в общем, наверное, нечаянно Я не склонен подозревать его в большем Заехал носом, локтем мне прямо в нос Более Да, вот в этот нос И вот с тех пор Теперь вы должны мне поверить или не поверить И не поверить Это влево, такой звук А вправо? Теперь смотрите Это вправо А кверху можно? Это вверх Разные три звука Это три звуча Моя носовая три звуча Верите? Верю Красиво так Федор Павлов, пожалуйста, занимайте место за нашим игровым столом С большим удовольствием судя за игровой стол нашего Блек-клуба Я приглашаю исполнительную роль Аркадиной Юлю Рудберг Юль, добрый вечер Рад видеть это вам Как меня принимали в Харькове Юль, ну сразу скажу, что у нас сегодня вот необычный спонсор Мы будем пить соки И в Москву с собой повезете тоже соки Но верите ли вы, что теперь вот столько вы повезете соков в Москву Что вот, ну хоть в ванну сможете наполнить То есть вы теперь будете купаться, можно сказать, в соках То есть это будет в ванне у вас налитой И вы будете, хотите в абрикосовом, хотите в яблочном, хотите в сливовом То есть это же полезно очень Не внутрь? Поехали вместе Верите? Верите? И правильно делать, потому что я вам просто даю такую вот ванну В нее вы нальете сколько угодно соку и будете там плескаться Красиво, чудное, спасибо, очень Теперь ваш розыгрыш А вы знаете, как так получилось Сюда вы, если можно, поближе, да, не бойтесь Что я, в общем, так, ветеран движения Блек-клуба Да, да, да Я вот помню, что в прошлый раз я спрашивала вас Верите ли вы, что я могу набрать полный рот, да, воздуха и при этом разговаривать Вот вы не поверили? А я вот так долго, долго разговариваю, да, так, разговариваю, разговариваю Да, значит, сегодня я вот подумала, что надо как-то уже спуститься чуть ниже, да Вот, и верите ли вы в то, что я могу изобразить параграф? Параграф? Параграф Это вот как в школьном учебнике, параграф номер один, параграф номер два Правило такое, да? Да, потому что когда-то в школе мы играли в шарады, и вот там надо, что-то такое было, фраза, да, шарада Параграф такой-то, ну, потому что это фраза, которая ненавистнее всех И меня хотели завалить, да? И от безвыходности положения, ну, как сделать параграф, ну, как сделать параграф Встал и делал вот так Похоже? Похоже Параграф Ну, я помню, такая закорючка, типа, с критичного ключа, чтобы не обидеть музыкантов Юлия Рудберг, пожалуйста, занимайте место за нашим игровым столом И несколько слов о нашем спонсоре, но я предлагаю вам просто вот самим определить, кто что сегодня будет пить Потому что вот эти вот вкусные соки, это натуральные соки Вита Я еще раз напоминаю, что это натуральные, а вы сами наливайте натуральные соки из Молдовы И что самое интересное, у них свои плантации, на плантациях растут яблоки, растут персики, растет виноград, растут сливы И они сами из своего делают прекрасные натуральные соки И что, как правило, я уже обратил внимание, с мякотью, что очень полезно И правило, там даже на пакетике написано Рекомендуем употреблять сок Вита за полчаса до еды Пейте на здоровье Спонсор программы Натуральные соки Вита Вы знаете, я сегодня буду рассказывать историю только Феде Потому что с Пашей мы просидели 156 лет в одной камере и до сих пор не можем наговориться Да, потому что Пашка действительно знает уже 90%, я даже не буду на тебя смотреть А то я буду колоться, ты будешь детектором лужи Федь, значит, история такова Когда я училась в Щукинском училище У нас после второго курса, там был раздел наблюдений, всяких там, уже отрывки какие-то там, музыкальные номера И нас после второго курса отправляли в бригады Ну, какие-то там достаточно захолустья, такие по ДК, по Весим, по городам Ну, куда серьезные артисты не доезжают, а как бы студенты радуют людей Вот, и у меня на курсе училась девочка одна, моя однокурсница очень хорошая Которая, плюс ко всему, еще была мастером спорта по художественной гимнастике Вот, ну и там всякие номера, концерты И обычно, после того, как мы показывали, там, вот я наблюдение После этого она показывала на коврике такой номер, где она гнулась, там, так и зря И у нее назывался этот номер, как сказать, каучуб, да? Каучуб, женщина, каучуб, да Вот, и все, мы играем, приезжаем, играем, играем, играем Уже уставшие, все голодные, приезжаем в какой-то ДК, я уже не помню Это под Бирбиджаном, по-моему, было, да? Канью, Бирбиджан И нам говорят, что вот в каком-то клубе сегодня там есть конферансье Там конферансье, который ужасно просился провести Это ценно, потому что у него юбилей И вот нас встречает конферансье, действительно, душа И он уже немножко, мы чувствуем, так, и все хорошо Буквально там через полтора часа начинается концерт Мы ему даем программу, чтобы он вел Он говорит, да, хорошо, перед концертом за пять минут не понимаем, что он уже под шофе совсем И идет концерт, он читает, все, там, номер такой-то, наблюдение такое-то, хомяк, комар, там, все это Вот, и он говорит, а что я должен сказать? Он говорит, женщина-каучик, да, вот такая-то, такая-то женщина-каучик Он говорит, ну, конечно, я же, выходит, его прекрасно принимает публика, свой Вот, и, значит, перед женщиной-каучик он выходит и говорит, а сейчас перед вами выступит женщина Женщина-каучик, да, такая-то женщина-кауч посвященной аллеборизме но я понимала что так в общем я тебя обману спонсор программы натуральные соки vita история такая у юли и бабушка и дедушка и мама и папа все артисты ну ты знаешь и у юлины бабушки есть приятель лифте в лифте работал лифте в лифте лифтером лифтинг лифтинг лифчики скажите мне вот у вас дочка артистка внучка артистка правнучка артистка все артистки скажите за что артистам деньги платят ну бабушка интеллигентного это представь надевают на тебя к беднишный костюм и ты выходишь народу тысяча микрофону надо выйти сказать здравствуйте товарищи оба сервисе веришь или нет это неправда но у меня как правдой належи но это просто не про юлия я же эту историю от тебя слышал три раза но карта ну карта то правдивая но карта правдивая поэтому мы верим карте поэтому федор я поздравляю вот пожалуйста это не про мою бабушку марины давайте я расскажу анекдот который мне рассказали в городе санкт-петербурге значит учительница вызывает вовочку к доске подчеркиваю что рассказали в санкт-петербурге вовочку называют к доске сейчас вообще в моде все питерское например джакузи с соком а и учительница говорит вовочка ну сколько можно как ты себя ведешь почему ты вечно сидишь на задней партии в прострации какие-то судьбы человечества решаешь а не можешь не ответить на один вопрос даже на двойку ничего не знаешь родители твоих вызывали перед уже перед учениками неудобно то мы просто не человек на позор он слушал слушать мари степанова так унижали меня сейчас перед всем классом а я вот вырасту и может стану великим человеком ой ладно путин садись не ерничай у нас и одинаковые карты даже шестерки я тоже возьмусь за анекдот нелегкий жанр но речь идет о трех солдат которые поймали золотую рыбку но они поймали одну на троих поэтому и желание им не пришлось исполнять сразу от троих вот она говорит ну хорошо первое желание писать я хочу чтобы у меня были вот полные карманы денег она горит ну не вопрос пожалуйста это легкое желание выполнил второй садар говорит я хочу чтобы у меня была машина джипа ламборджини как у марджи брайло хорошо выполняет а третий говорит думал думал чесал репа потом говорит а я хочу тогда чтобы у меня вот так вот вот так левая рука бы вращалась вот так ну вы знаете странное желание говорит золотая рыбка но выполняет второе желание ну второе желание у 1 солдата был такой я хочу чтобы меня вот карман денег это все фигня я хочу чтобы у меня были два чемодана денег полных зеленых хорошо второй солдат тогда говорит а я хочу чтобы вот у меня в моем ламборджини вот сколько там есть место вот все было бы занято голыми девушками и чтобы они бежали хорошо выполняю вам что а третий говорит а я тогда хочу чтобы мне вот еще и правая вот рука вот так вращалась вот так вот и так и вот так хорошо третье желание внутри эти желания тоже я хочу чтобы я был директором банков всего мира и она горит я поняла все а второй горит а я тогда хочу чтобы у меня все ламборджини мира были полны всеми красивыми девушками и все они были голы и визжали выполнен хорошо а третье горит долго думал что еще загадать говорит а я тогда хочу чтобы меня еще и вот так голова вращалась бы и вот так и еще вот так вот ну вы знаете вы вообще самый странный желающих из всех которые ну хорошо и тут желание начали выполняться значит первым за первым летает вертолет три истребителя сопровождения его люди в черном сажаются директор банка всего мира второй за вторым тут уже сигналит роща полная ламборджини оттуда высовываться ноги груди все это на 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 отмыш вот он до назовется его увозят на визги крики дикие а третий стоит такой вот так вот делай ой ой что-то я кажется фигню какую заказал спонсор программы натуральные соки vita ты наверное этого не помнишь юля но я попробую освежить это в твоей юной голове значит история такова ты же любишь ездить на кинофестивале я знаю я туда и я туда и я туда тоже очень люблю ездить и езжу туда практически с детства не буду называть какой-то фестиваль ну вот мне было 17 лет и я был начинающим журналистом никаким вообще даже не актером и поехал я на этот фестиваль а на фестивалях всегда есть проблема расселения и вот с кем тебя поселят с тем ты в общем и будешь страдать всю дорогу один храпит другая постановый третье в окно залезать по ночам селить вместе женщин так вот он то весь ужас что считается что актеры народ очень свободный поселить вот как только ты вспомнишь так сразу такой не можешь угадать какая какая-то расселение смешанная а у меня была подруга такая которая занималась расселением я с ней заранее подружился потому что мне рассказали что от нее зависит все и вот как ты проведешь этот фестиваль это зависит вот от этой же я в москве к ней ходил там носил и какие-то пакеты тогда еще были в моде шоколадные конфеты шампанское вот я все и приносил вот и заранее с ней подружился она меня уже целовал при встрече маленького мальчика я пришел и она мне говорит ты знаешь у тебя есть возможность выбрать с кем ты будешь жить и предложил мне на выбор три фамилии значит одна была марк руденштейн вторая была а на этом фестивале только по двое можно было жить вот не втроем не по одному нельзя только вторая была не буду говорить но мне грозило уйти в запой а ты а я тогда еще не пил конечно же а третье а третье было юлия рудберг и вот я подумал подумал и в общем я решил что пусть будет как будет искал пусть будет как ляжет карта и вечером когда уже начали заселять всех номера потому что мы прилетели разбирали багаж туда-сюда вот я пошел получать свою карточку гостям хожу я к столику размещения а вы наверно знаете что у меня данная фамилия если может быть еще не знаете у меня фамилия павлов андреевич на самом деле вот я подхожу и говорю ну вот я пришел на меня смотрят и говорят да ну хорошо вот вам и игра с кем я живу ну как вы павлов я говорю да ну вот с андреевич поскольку как сказать это подумал что раз мы с тобой не жили вместе то ты ушел в заполь знаю что я думаю что здесь подмешаны какие-то фантазии на история вполне возможно правдивая думаю что история была на поскольку это действительно так король я поздравляю спонсор программы натуральные соки вита история такова у нас в классе учился замечательный совершенно парень абсолютный двоечник вот но ты знаешь вот я уже тогда за него замуж собралась до его звали лёш куркин чудеса мы с ним ужасно дружили он был двоечник ночи хорошо соображал единственное что не мог учить наизусть вот не мог учить наизусть стихи у нас была чудная учительница литературы леди николаевна который когда заходила в класс она садилась такое кресло низкой до говорила боже упаси когда мы заходили см 9 боже банда села банда сел и боже упаси и дальше любимое развлечение когда что-то наизусть она ведь куркин к доске начинали всегда саро это был куркин в общем когда мы дошли до пушкина она сказала что она считает что ее долг будет выполнен если каждый из нас выучит письмо татьяны уже этого человека можно причислить к русской интеллигенции выучил весь класс остался один куркин раз его вызвали 23 она сказала значит так при всем классе тебе говорю пускай меня уволят с работы но я тебе поставлю колу если ты не выучишь письмо татьяны завтра наступает завтра и все бегом бегут на литературу да банда села боже упаси и когда сказали куркин наш замирание сердца пульс вообще идет куркин на лобное место поднимает глаза поворачивается к леди николаевне потом смотрит на всех нас и открывает рот я к вам пишу чего же более у всех тремоло что я еще могу сказать теперь я знаю в вашей воле меня презрением наказать леди николаевна приподнимается но вы к моей несчастной доле хоть каплю жалости храня поворачивается к ней это вы не поставите мне два овация была куркин 5 я не поставлю себе два ой подожди я карту не положил подожди 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 я карту не положила нет я не знаешь ты блестящую заявку сейчас на роль татьяны сделал я который у нас играть мир причем не на заречном в этом же проекте вот и поэтому я думаю что это правда значит абсолютная правда только это в параллельном классе спонсор программы натуральные соки вита это было очень давно но ты знаешь мою страсть возить всех куда-нибудь в общем короче я повез михайловская группу артистов моих друзей и семён степанович гейченко хранитель михайловского заповедника в то время еще живущий он говорит ребят вы придите пораньше когда еще вот солнце не встанет вот выйдите и приходите вот просто пешком приходить а идти там километров шесть надо было и дорогу вот в одну сторону три километра и в другой вот если посередине то во все стороны но мы идем ранее ранее утром это ранее не бывает и что-то я оглянулся назад и три километра туда едет велосипедист вот так опустил голову или и едет что и и он значит эти велосипедист я так как я руководитель группы гребят и там едет велосипедист будьте осторожны он вас собьет он вас собьет он вас собьет они готовы отойдем когда подъедет в связи и так уж пять утра никто на этой дороге не ходил так и эти едет тренируется который как как только он начал нам подъезжать я заметался как пожар голубой по всей этой улице по всей дороге всех отойдите сюда ты совсем доехал на меня сбил с канаву я улетел он с переломанным ногой с бедром и вызывали скорую помощь я еле ходил оставшись веришь ты что это было ранее утром меняет карты вот так нет сказал а это было правда нет еще не выше высказали правда не правда вы выигрываете еще раз это было правда это было карта черная у меня то не это я выигрываю нет нет Нет, выигрывает Фёдор. Всё равно. Всё равно, что бы вы ни рассказывали, как бы вы карты не меняли. Фёдор, я поздравляю вас с выходом в финал, о чём связывается вот эта вот бутылка сока от нашего спонсора. И, Павел, с большим удовольствием хотел бы за третье место вручить уже, я так понимаю, красивый пылесос. Очень красивый. Такого цвета пылесоса у вас ещё дома точно нет. Вот, поэтому пользуетесь им с большим удовольствием, такой красненький. А ты не надо, ты телевизор да оставишься. Я думаю, что по цвету, по цвету, по цвету, он будет вам напоминать вот тот вишнёвый черешневый сок, который, Павел, вы сегодня пили у нас здесь в гостях. Потому что я ещё раз хочу сказать, что спонсор нашей сегодняшней программы это натуральные соки ВИТО из Молдовы. И что самое интересное, я ещё раз говорю, что у них есть свой завод, а у завода есть свои плантации. И вот они там выращивают всё на своих, собственно говоря, деревьях. Потом сами всё это превращают в концентрат. И из этого концентрата делают такой великолепный сок. Утром, с утра, за 30 минут перед началом еды, соки ВИТО, пейте на здоровье. Спонсор программы натуральные соки ВИТО. Итак, сейчас в Блип-клубе начинается финальная игра, в которой играют, ну, исполнители главных ролей, да, в «Чайке». Это новый проект, продюсер вот сидит в центре, к сожалению, не удалось выйти в финал. Итак, Юлия Рудберг и Фёдор Павлов. Андреевич. Андреевич. Андреевич, Павел Андреевич. Итак, первый финал, Юлия, вышли вы, поэтому первый вопрос вам. Верите ли вы, что французские педиатры сделали интересное открытие, что короткие юбки, которые иногда надевают молоденькие училки, дают быстрый, но непродолжительный эффект повышения успеваемости учеников? То есть, вот эта короткая юбка, она, ну, быстрая, но непродолжительная. То есть, в принципе, всё равно потом... Верю. Верите, а зря. Сейчас по-прежнему ноль-ноль. Фёдор, вопрос вам. Верите ли вы, что в армии неначищенные до блеска сапоги могут привести к начищенной до блеска физиономии? То есть, да, верите, а зря. Ну, не всегда. Всё-таки, всё-таки, всё-таки по-прежнему ноль-ноль. Юлия, вопрос вам. Верите ли вы, что если мужчина носит обручальное кольцо не на том пальце, то этим он пытается показать, что женился не на той женщине? Нет. Не верите? И правильно делаете? Сейчас становится один-ноль в вашу пользу. Женит бы, обращайтесь. Обращайтесь. Фёдор, вопрос вам. Верите ли вы, что известный российский кутюрьё Валентина Юдашкин свою деятельность модельера начинал в армии, когда дедушкам подшивал подворотнички? Верь. Верите, а зря. Сейчас один-ноль в пользу Юлия. Юлия, вопрос вам. Верите ли вы, что учёные-ботаники пришли к одному очень интересному выводу, что если морковку или свёклу вытаскивать за стебель чуть-чуть из земли, то она быстрее растёт? Нет. Не верите? И правильно делаете. Сейчас становится два-ноль в вашу пользу. Нет. Фёдор, вопрос вам. Верите ли вы, что американские медики изобрели жидкость для полоскания рта, которая отбивает желание курить? То есть, если, в принципе, вы хотите бросить курить, то покупаете специальную жидкость, ей получите рот, и таким образом просто желание курить пропадает сама. Я самоверующий, я верю. Верите и правильно делаете, да действительно так. Два-один, хоть же Юля. Юля, вопрос вам. Верите ли вы, что в некоторых ещё оставшихся совхозах и колхозах зарплату местным жителям выплачивать навозом? То есть, ну вот, когда нечем платить людям же, знаете, урожайник. Просто говорят, а не возьмёте ли вы у нас немножко дерьма? И люди берут. Я думаю, что это правда, потому что это классное удобрение. Это действительно так. Самое интересное, что это правда. Верите в вашу пользу. Какая у нас страна. Я, кстати, где-то прочитал, что если смешать 3 килограмма навоза и 3 килограмма варенья, получается 6 килограммов дерьма. Фёдор, вопрос вам. Верите ли вы, что даже в самом хорошем носке есть хотя бы одна дырка? Нет. Подумайте. А через что надевать? 3-1 в пользу Юли. Юля, вопрос вам. Верите ли вы, что чем больше дуб, тем больше жёлуди, которые на нём растут? И на гигантских дубах жёлуди достигают размеров груши? Нет. Не верите? Правильное дело, 4-1 в вашу пользу. Фёдор, вопрос вам. Фёдор, вопрос такой. Верите ли вы, что Уругвай единственная в мире страна, где состояние опьянения может служить смягчающим обстоятельством, если водитель нарушает правила? То есть там вот пьяный едет и нормально сбил человека, оправдает? Не верю. А это действительно так. Представляете? Я не знаю, почему это единственная в мире страна. Левые нас копали. Это действительно так. Счёт по-прежнему 4-1 в пользу Юли. Ну и сколько артистов мы можем отправить в путешествие в Уругвай, да? Верите ли вы, что футболисты высшей и первых лиг, а также участники Кубка России, имеют право на внеочередное приобретение пива в буфете стадиона, на котором они играют во время перерыва матча? То есть во время перерыва любой футболист захотел пивка, он подходит к буфету и... Нет, нельзя, потому что это допинг. Как интересно, женщина ответила, а? Ну, самое интересное, что действительно нельзя, по-прежнему 5-1 в вашу пользу. Фёдор, вопрос вам. Верите ли вы, что решение о женитьбе... Решение о женитьбе... Это последнее решение... Это последнее решение... Поскольку мама должна советовать насчет женитьбе, я принимаю этот совет и говорю, что... И правильно делаете, сейчас становится 5-2 в пользу Юли. Юля, и последний вопрос. Вопрос такой, верите ли вы, что по следам обуви на самом деле можно определить цвет глаз? По следам обуви. То есть вот, смотрите, по следам обуви можно определить цвет глаз человека. Не верите? И правильно делаете? Но если догнать и посмотреть, то можно. Сейчас 6-2 в вашу пользу. И, Фёдор, последний вопрос вам. Вопрос такой, верите ли вы, что даже стиральную машину можно подключить к интернету? Верю. Верите, а зря. Можно! Можно, я это знаю. Я пробовал. И она стирает? Стирает, великолепно. И вы ей приказываете? Через 2 года холодильник будет покупать через интернет продукты. Холодильник, да. Машину стирает уже давно сама. Ну хорошо, раз так, то тогда... Пожалуйста, конечно, подключайте и пользуйтесь. 6-3. 6-3. Итак, за счетом 6-3 побеждает Юлия Ротберг. Можно я поднимусь за прекрасных мужчин? Я была одна женщина, я выпью стоя, мальчики сидят. Я хочу сказать... А может быть добавить? Да, мало добавить. Ты нас подсидела, поэтому мы теперь сидим. Да. Я хочу выпить за прекрасную компанию. Я всегда рада, когда мы с Пашкой что-то начинаем, потому что это успешно для меня заканчивается. Всегда, да. Всегда. Пашенька, будь здоров. Петька, я тебе желаю, чтобы все твои желания пробиться к славе оправдались. И желаю тебе, чтобы ты был умным... Он же правильно был. Малашутка. Да, нет, чтобы ты был умным, чтобы ты был достоин и никогда не позорил мать. Да? Да. Тем более, что мать у него. Да. Чудесно. Да, Людмила Петрушевская. Это сын Людмилы Петрушевской, нашей великой и любимой. Серёжа, а вам, чтобы эта передача никогда не заканчивалась, и чтобы у вас были талантливые люди, и чтобы вам она доставляла удовольствие. Юля, спасибо большое. Я думаю, что самое главное, что вот в ней очень часто играют вот очень хорошие знакомые, друзья, потому что вот всегда ведь можно взять, набрать 8, потом 0,95, попросить Юля, Павел, приезжайте и привозите кого-нибудь с собой, да? И люди... Хоть всё отделение. И люди бросают все дела, все проекты, садятся в поезд, там, 1, 2, 3 или наоборот 2, 4, 6, и приезжают сюда и привозят вот, да, таких замечательных игроков с двойной фамилией. Да. А он за двоих сегодня играл. Да, я играл, Александр Ильич, и проиграл за них двоих. Я большую любовь, я хотел бы сейчас вынесли открытки, открытки тех людей, которые поставили на карту король бубён, которая Юля сегодня вам помогла победить, поэтому, пожалуйста, выбирайте. Где, кто... Да, ой, сейчас, сейчас, сейчас. Это чтобы наши телезрители тоже пили соки от нашего спонсора. А вы знаете, вот, я с садником. С садником, с медным. Да. Итак, я просто читаю адрес, а вы пока подарки, подарки выносите. Итак, город Санкт-Петербург, Гражданский проспект, дом 27, корпус 2, квартира 153, Меньшова Екатерина Филиппова. Мы вас поздравляем, потому что теперь для того, чтобы повысить своё здоровье, для того, чтобы повысить иммунитет, вы будете пробовать соки от нашего спонсора. И я ещё раз напоминаю, я с большим удовольствием сейчас буду рассказывать про нашего спонсора, потому что для девушки, такой молодой, красивый, держать 6 килограммов, это ерунда. Надо привыкать к настоящей семейной жизни, когда придётся таскать тяжёлые вещи. Поэтому стойте, держите, не держите, держите, не ставьте на стол, а я буду рассказать про нашего спонсора. Итак, наш спонсор сегодня это соки вита, да, натуральные соки вита из Молдовы. И вы уже помните, да, что у них есть свой заводик, и там стоят деревья, на этих деревьях растут плоды. Мы всё это срываем, вернее, не мы, они срывают, они всё это давят, выжимают, делают вкусные соки, а мы с большим удовольствием пьём. И что мне очень нравится, за 30 минут до начала еды. И вот тогда это точно на здоровье. Соки вита из Молдовы. Спасибо вам большое. Ну, а чтобы вам вот тренироваться, тренироваться, я с большим удовольствием, это вот нашему телезрителю, да, вот Меньшовый, да, а вот это, вот это вам, держите, руки, приготовьте. 7 килограмм, 8 килограмм, 9 килограмм, 10 килограмм. Мне тяжело. Мне хорошо. А как вас-то зовут? Меня зовут Светлана. Итак, Светлана, которая держит вес 11 килограмм. Вау! Пойдёмте, Света, я вам помогу. Я за вас беспокоюсь. Итак, я с большим удовольствием от нашего спонсора, Юль, так у коризнина на меня смотрит, да. Я бы так становиться феминисткой, вот это. Фёдор, вам с большим удовольствием я от нашего спонсора вручаю вот такую классную штуку, потому что это аэрогриль. Я не знаю, как им пользоваться. Да, да, это в самолёте, да, в самолёте. Аэрогриль, но говорят, штука колоссальная, потому что в ней можно приготовить буквально всё. То есть можно мясо, можно рыбу, можно всякие фрукты, овощи. Всё это на пару, на таком горячем пару. Эта штука колоссальная. А как звали девушку? Девушку? Марина. А можно Марину попросить донести? Ну ладно, ладно. Вот, Юля, вы сегодня победительница, поэтому вам в Москву придётся возвращаться с телевизором от нашего спонсора. И я, кстати, уверен, что когда вы приедете в Москву, включите телевизор, вы наверняка увидите рекламу нашего спонсора, потому что этот сок завоевал международное признание и международный сертификат. Сок ВИТО от нашего спонсора. Юлия Рудберг, я с большим удовольствием представляю вам участников нашего сегодняшнего Блев-клуба. Я ещё раз напоминаю, это совершенно новый проект, нашумевший, да? Я знаю, что он закуплен, по-моему, во многих городах России и даже за границей. И вот продюсер Чайки, продюсер Чайки, Павел Коплевич, сегодня играл у нас в Блев-клубе. А также Фёдор Павлов, Андреевич и Юлия Рудберг. Ну а с вами, с вами, дорогие друзья, мы прощаемся, до следующего воскресенья. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok